Страшно находиться. Они даже не собирались выселять людей из данного жилья. Не хотели, но пришлось. На этом диване, в этой квартире и в этом доме больше ночевать не будут. А значит и рисковать своей жизнью, здоровьем. Люди наконец добились расселения из опасного жилья. Ветхую двухэтажку пытались чинить. Несколько лет назад на доме провели капитальный ремонт. Обшили сайдингом, заменили крышу, потолочное перекрытие. В процессе ремонта штукатурка кусками летела с потолков. Едва не покалечила одну из жителей, Светлану Изотову. Мы об этом рассказывали в программе «Коммунальный патруль». Я стояла вот здесь, и когда это все рухнуло, я просто вот тут упала. Я приземлилась на попу. Жильцы неоднократно просили властей зданию, цитата, не красить губы, а сносить его. Ведь износ, по их словам, приближался к 80%. Суд также встал на сторону жителей. Очень многие уже получили денежные средства на приобретение жилья. Теперь у меня квартира в центре. 10 минут ходьбы до площади октября. Эмоции только положительные. Квартира у меня второй этаж, двухкомнатная с балконом. Все, что я хотела. Сколько назначили, столько и получу. Сумма уже известна? Да, 300. Ну, однокомнатную квартиру можно купить. А двух-то я, конечно, не куплю. Вас устраивает то, что не получится равноценное жилье? Ну, что сделаешь. А между тем, по разным источникам, на капитальный ремонт дома ушло около 5 миллионов рублей. По сути, еще одна новая квартира, которая бы пригодилась еще одному жителю аварийного дома. Почему пришлось затягивать историю с расселением, остается большой вопрос. Тем более, что от свежего ремонта скоро не останется и следа. Его ждет участь близлежащих домов, которые в нашей округе уже снесли. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.